Слово предоставляется Олегу Николаю Васильевичу, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике. Приготовиться по главе. Здравствуйте, господин господин. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы развития нашей экономики. Вот однажды, примерно на таком же форуме, я выступал, а мне один бывший председатель колхоза сказал, Да что тут говорить Николай Васильевич, достаточно колхозам и совхозам раздать трактора и комбайны, и накормим Россию, никаких вопросов не будет. Может быть и накормим, но только надо поглядеться по сторонам, внутрь страны и за ее пределы. А что же представляет из себя сегодня наша экономика? Никаких колхозов и совхозов уже давно нет, и такой организационно-правовой формы тоже нет. И давать даже оставшимся колхозам какие-то трактора и комбайны, тоже бесполезно, потому что завтра придут судебные приставы и все это отберут за долги. Поэтому надо посмотреть, а что же из себя представляет наша экономика сегодня. Достаточно сказать, что Советский Союз в мировом ВВП занимал 22%. В 2014 году Россия занимала 2,5%, а в 2018 году 1,7% мирового ВВП. При этом Соединенные Штаты 24,6%, Китай 15,8%. Вот что осталось от нашей экономики. Наш бюджет сегодня в 2,5 раза меньше, чем военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Ну, а мы еще пытаемся преподнести, что мы в 20-ки, в 7-ки, в 5-ки, в какие-пятерки. Мы уже по всем показателям на 50-х, 60-х местах. А раньше были на 2-х, на 3-х. Вот и все. Какая сейчас экономика? Вот недавно мы лишились алюминиевой промышленности. Полгодом раньше мы лишились криогенной промышленности. Это производство всех технических газов. Мы давно лишились авиапрома, судостроительной промышленности. Мы давно лишились металлургии. Она вся принадлежит иностранным инвесторам. Ну, Путин же приглашал иностранных инвесторов. Давайте, заходите. Вот они пришли и разграбили всю нашу экономику. Сегодня 65% крупной российской собственности уже принадлежит иностранному инвестору. Нам не принадлежит. Поэтому, когда мы говорим о развитии экономики, мы что имеем в виду? Вот развивать эту уже чужую нам экономику или создавать новую? Дело в том, что все владельцы, американцы, англичане, они не позволяют нам совать нос в их бизнес на нашей территории. И это надо понимать. У нас 90% торговли, в том числе и оптовой, принадлежит тоже иностранцам. А торговля – это проводник товаров. И вот когда мы говорим, что надо производить, вот я всегда всех останавливаю. Не надо производить. Надо сначала создать пути проведения наших товаров. Иначе мы завтра создадим предприятие, оно наделает продукцию и сложит нас вклад и закроется, потому что оборотных средств больше не хватит, а продукцию никто не возьмет. Нам нужно эту торговлю либо национализировать, либо создавать свои торговые сети для того, чтобы проводить наши товары. Вот сегодня здесь прозвучала уже тревога, что мы можем утратить наше государство. Мы можем его утратить. Уже предсказания всякие есть, в том числе и в ренингах Рикарде, о том, что к 2020 году нас не будет как государство. Да, такое возможно. Предательство со стороны нашей правящей верхушки очевидно. Но как же развивать нам нашу экономику вот в тех условиях, которые я назвал? На мой взгляд, в первую очередь, нам нужно национализировать иностранные активы. Если мы этого не сделаем, это будет пятой колонной внутри нашей страны, мы не сможем производить самолеты, мы не сможем строить суда, двигатели реактивные, двигатели внутреннего сгорания, мы ничего не сможем делать, потому что это все чужое и заблокировано. Почему мы не выпускаем свои самолеты? Они же принадлежат Америке. А мы должны закупать боевые. Вот и все. Поэтому национализация иностранных активов – это прежде всего. Дальше нужно устанавливать валютный контроль. За первые два месяца этого года 1 триллион 200 миллиардов ускакали из нашей страны. 67 миллиардов долларов в прошлом году. А всего, по данным Центрального банка, с 94-го года из нашей страны было вывезено 1,7 триллиона долларов. Это законным способом, а незаконным – 1,5 десяток. Всего 3,2 триллиона долларов ушло из нашей страны. Это официальный удар. Поэтому если мы валютный контроль не установим, если страну будут грабить, нам не хватит денег на развитие экономики. Нам нужно подчинить Центральный банк нашему правительству или президенту, кому угодно. Но вывести из подчинения ФРС и для нашей страны политики. Иначе мы потеряем все. Та денежно-кредитная политика, которую проводит сегодня Центральный банк, она не способствует развитию экономики, она наоборот замедляет и делает недоступными кредиты на нашем внутреннем рынке. Налоги предприятия должны платить по месту расположения предприятий. Мы здесь решаем вопрос не только налогового обеспечения субъектов Российской Федерации, но мы решаем вопрос офшоризации. Вот если налоги будут платить по месту расположения, тогда в офшоры никто уже не поедет и налоги там платить не будет. Вот два вопроса мы сразу решаем вопрос. Надо переходить на плановую экономику. Почему на плановую? Мы сразу на 50% коррупцию уничтожаем. Если чиновник будет работать на план, и у него будут стоять сроки введения в эксплуатацию какого-то объекта, он сам будет платить взятки подрядчикам, чтобы они сделали и выполнили этот план, иначе ему дадут пошаг. Ну и выйти из международных договоров. Мы уже внесли закон о выходе из ВТО, потому что ВТО это стали кандалы на ногах нашей экономики. Мы не разобьем экономику, если мы будем участвовать в этих международных договорах, которые не способствуют развитию нашей дома. Спасибо.